Привет, это игра под названием Moons of Madness, и мы продолжаем. Нам нужно сейчас починить батареи. Нет питания, нужно найти батарею. Где она может быть? Найти энергораспределитель. Я могу выбрать это задание? Выбрать. Нажимаю выбрать, ничего не происходит. Ладно, идем сюда. Видимо батарея находится где-то здесь. Хотя мы и так сможем без лифта подняться. Зачем его там только устанавливали, бесполезная ерунда. Вставить батарею. Ладно. Мы ее еще найдем. По крайней мере должны. Не просто же так все это пишут. Про батарею. Да, солнечная панель действительно рассинхронизированная. Подключусь к ним с биокомпа и разверну. Если удастся сделать это быстро, остатка дня нам хватит, чтобы зарядить ночные накопители. Так, солнечный. Блин, как это работает? Это так глупо работает. Как сканировать? Зачем он пропуск свой достает? Ладно, бежим. Сканировать для подключения. А куда их развернуть-то надо? Я не знаю. Пусть будет ноль. Задачи. Привести солнечные батареи в оптимальное положение. Подключить. Я могу ее управлять теперь? Да. Ладно, пусть будет здесь. Остальные где? Главное не задохнуться. Кто ворует батарейки из солнечных панелей? Деклан. Кто тут был последним? Кажется, Лукас. Тут что-то делал для Волковой. Они всегда что-то странное делают. У меня аж мурашки по коже. Жизнь не встречал ботаника без прибабаха. То есть... Невозможно подключиться. Убедитесь, что терминал управления солнечными панелями подключен к питанию. Тут не хватает батареи. Где нам ее взять? Здесь что? А, кислород. Ладно, хотя бы не задохнемся. Я как раз хотел туда сходить. Зачем он мне эту информацию показывает? Блин, я думал, это уже лифт. Думаю, почему мы не двигаемся? Все, вниз. Погнали. Ну, вообще, я рад вырваться наружу и побродить вокруг. Приятно размять ноги, подышать свежим марсианским воздухом из скафандра. Как-то так. Может, переберусь сюда жить, расплавлю, так сказать, крылышки, как умирающий марсианский лебедь. Скорее, как дохлый марсианский орел. Вот здесь есть батарея, ее можно взять. Ладно, идем. Сможем же попасть внутрь. А раздеваться нужно? Можно, не буду. Пожалуйста, сначала изменить состав атмосферы. Опа, идем. Черт, кто там? Что такое? Я не понял, показалось, что увидел кого-то. Сейчас никого не видно. Ладно, панели, значит. Вставить батарею. Да, блин, надо было взять наружу. Давай быстрее. Не просто так же мне предлагают ее стырить, да? А потом обратно вернем. Может, сейчас просто двери открываться не будут какие-нибудь? Или типа того. Так, где этот комп? Дурацкий. Все, заходим. Хорошо, что я взял с собой батарею. Вот. Ну да. Почему тут заперто? Найти энергораспределитель, привести солнечные батареи в альтимальное положение. Блин, сколько же заданий там. Сразу навалилось на меня. Ну да, ком бы не работал. Отчет о геологоразведке. Геологоразведке. Эксперт Деклан Делапор. Можно открыть дверь сразу. Ладно, придет читать. Проблемы с солнечными панелями продолжаются. Энергораспределитель фиксирует падение мощности, затем автоматические сенсоры прекращают работу. И система переключается на запасные батареи. При этом при ручной настройке все прекрасно работает. Панели исправно вращаются вслед за солнцем. У меня остался всего один вариант. Ошибка в ПО. Я перерыл весь мануал. Там ничего нет на эту тему. Честно скажу, выход на поверхность помогает прочистить мозги. По крайней мере мне. Возня с оборудованием на станции вызывает у меня приступы клаустрофобии. Кроме того, смотреть в окошке это не то же самое, что топтать здешний песок своими ногами. Даже если я просто запускаю сканирование и поворачиваю переключатели, само ощущение того, что я занимаюсь этим на Марсе, что это реально. И сейчас, когда все, включая меня, жалуются на проблемы со сном, возможность отвлечься как нельзя кстати. Почти что до того уровня, когда не хочется заносить поломку в протокол. Но да, напряжение может играть важную роль. Тут очень много текста. Фарсида, МС-9, холмы Уиллиса. Текущий участок высокий приоритет, точка бурения утверждена. Терминальное сканирование показывает множественные возможные отложения ледяных жил, ближайшие примерно в 34 метрах от поверхности. Образцы почвы выдают осадок, через 10 метров начинается глиняный слой. Результаты УФ-сканирования стандартные. Потары библиды, приоритет умеренный. Так, Квауи Тут-3 обнаружил окаменелые образцы растительного происхождения. Чтобы определить, имеют они марсианскую природу или занесены метеоритами, необходимо провести ряд тестов. Термальное сканирование выглядит наиболее уместно. Дополнительные разведработы одобрены, хотя расстояние играет решающую роль. Потера Уиллиса, приоритет низкий. Исходные пробы отрицательные. Термальное УФ-сканирование показывает возможное залегание ниже порога. Солнечная батарея. Или вот отсюда стоит начинать. Батарея перемещена в хранилище. Сбоит при работе. Может искрить. Заменена неисправная проводка. Плохие метеоусловия. Туалет забился. Необходима ручная прочистка. Душ работает. Солнечная батарея 0.2. Требуется ручная калибровка. Причина неизвестна. Диагностика проблем не выявила. Так. Кислородозаправочная станция 0.7. Трещина в шланге. Заменены шланг и пистолет. Солнечная батарея 0.3. Панель 0.23. Заменена замена автоматического сенсора. Небольшая царапина на внешней проводке. Ручная калибровка. Солнечная батарея 0.2. Снова требуется ручная калибровка. Внешние повреждения отсутствуют. Диагностика проблем не выявила. М-90. Бэджер 3. Отбуксирован на площадку солнечных батарей. Неисправность двигателя. Датчик зажигания выхлопа. Проблема некритическая. Ждет до прибытия сирана с грузом запчастей. Солнечная батарея 0.1. Требуется ручная калибровка. Ошибка ПО. Солнечная батарея 0.2. Требуется ручная калибровка. Оценка до сих пор не произведена. Заношу поломку в протокол. Шейну. Это Лукас. Лукас, что думал? Я не замечу пропажу оборудования? Лукас Ван Бюрен. Умник. Хренов. Это Лукас. Видя как вы превращаете жилые помещения в импровизированный склад, я позволил себе разместить здесь несколько собственных мелочей. По этому поводу я модифицировал протокол безопасности на предмет ограничения доступа к используемым помещениям. Поскольку тебе нужен постоянный доступ, я оставил тебе право доступа без вуда пароля. Очень надеюсь, что ты не будешь трогать мои вещи. Хотя они и не являются предметами первой важности, но тем не менее это моя собственность, которой я дорожу. Большое спасибо, доктор Ван Бюрен. Открываем дверь. Как же долго я читал, жёстко. Слишком много текста. Тут так не особо-то весело пока. Ещё и текста столько. Вот батарея. Так, забираем. А она вообще работает? Нет? У него здесь больше ничего не имеется, серьёзно. Пойдём. Нужно брать батарею от распределителя, когда буду уходить. Да я знаю. Ты думаешь, я про неё забыл? Стоп! А тут что было доступно? А ну вставляй. А, это просто дверь. Я думал, с аптечкой что-то можно сделать. Ладно, уходим. Уходим, уходим. Уходим, уходим. Так, кислород нам потребуется, да. Так, где? Где комп? Всё, я уже профессионал. Меня можно смело отправлять на экспедицию на Марс. Шейн, что там с солнечными батареями? Панели снова сместились. Пока Сиран не доберётся сюда, тестировать мне не на чем. Так что я ни в чём не уверен на 100%. Хорошо, просто чтобы ты знал, когда тут что-то ломается по мою душу, тут же приходят четыре... Кто? Болваны? Если хочешь объяснить им, почему дорогущее оборудование настраивается вручную каждый день, я только рада буду. У нас тут важная миссия, и я предпочла бы заниматься делом, а не бумажки исполнять, как обезьянка. Понял? Понял. Это не твоя вина, но вот сядет Сирана, и никаких больше оправданий, чтобы работало как часы. Конец связи. Так это же какой-то чумошник, батарею вытащил. Причём тут я. Все претензии к нему, надо на него настучать. Оба-на! Подключение. Стоп. Может, их развернуть туда надо? Привести солнечные батареи в оптимальное положение. А я же без понятия, какое у них оптимальное положение. Стоп, может, если... Ой, легче вот так всё сделать. Ну, может, реально так оставить? Оптимальное положение. Отлично, всё. Вот и закончили. Кислород. Куда без него? Бежим к последним. Надеюсь, там никаких проблем нет. Тут поломано. Ого, Деклан, тут целая секция лесов рухнула. Это всё ведьма. Ну, или недавно было мартотрясение. Выбирай сам. Не, не туда вы крутитесь. В обратную сторону давайте. Их это не устроило? Ладно, давай поднимемся. Что тут у нас? Привести солнечные батареи в оптимальное положение. Нет питания. Так, а здесь взаимодействовать. Подтянуть. Закрываем. Чтобы пыль туда не залетела. Марсианская. Так. Выкол, выкол, низкая. Массив 1. Я что-то не так сделал, да? А ну, бежим. Бежим, бежим. Я не могу отсюда управлять? Видимо, нет. Неудачно получилось. Ну, тут выкол написано. Может, вот здесь? Низкая. А не выкол. Да, низкая. Да, блин, ты офигел. Все? Это оптимальное положение? Или я их просто выключил? Они должны быть включены. Сейчас проверим. Тут бегать только далеко так надо. Это... Пока что я занимаюсь в этой игре ерундой. Это просто симулятор космонавта какого-то. У которого постоянно возникают какие-то проблемы. Ой. Выкол, выкол, выкол. Блин. Так, привести солнечные батареи в оптимальное положение. В оптимальное положение. Как узнать, какое оптимальное, блин? Что за издевательство? Я могу здесь спрыгнуть? Или он как сдохнет? Все, не надо потом ныть. Что что-то не нравится. Смотрим, блин. Стоп. Вот это что за кнопка? Это оно и есть. Низкая. Может, оптимальное, чтобы как можно больше энергии они получали? 79. Кстати, это логично. Что-то я об этом не подумал. Разворачиваем. Так, 41, 44, 46. Ну, пусть будет 54. Уровень кислорода падает. Серьезно. Еще одни остались. Надеюсь, мне потом не придется опять сюда переться. Повторюсь, опять же, это не самая веселая часть этой игры. Хотя с другим я здесь пока что и не сталкивался. Подключиться. Разворачиваем их. Оба-на-стоп. Оптимальное? Это есть. В смысле? Так там пишут оптимальное. Я думал о том, что может покрутить на все 360, проверить. Вдруг там будет написано оптимальное. А потом думаю, да не, бред какой-то. Никто писать не будет. В результате здесь написано. Серьезно? Ну, а здесь где? Здесь ничего такого нет. Как я должен это приводить? Что за бред? Там оптимально. С этим я нифига поделать не могу. Видимо, я здесь застрял. Можно здесь проверить. Низкая, низкая. Ну, тут самое большое, блин, 54. Я же с этим нифига поделать не могу. Что за ерунда? А хотя стоп. Я вот о чем подумал. Блин, зачем ты выключил, баклан? Может здесь можно вверх-вниз еще делать? Реально. Привет, Шейн. Я написал программу для биокомпа, чтобы ты знал, когда Фобос проходит у тебя над главой. Вон, он делает три витка вокруг Марса. Ты знаешь, тут требуется, чтобы все скачали себе эту программу. Я добавил тебе ее в твою систему, чтобы ты о ней не забыл. Спасибо. Пожалуйста, думаю, это поднимет боевой дух. Декланд, панели откалиброваны. Поднимаюсь на холм к энерго-распределителю. Ага, то есть, вас понял. Бред! Я только потом подумал то, что, блин, а может еще можно вверх-вниз? Ладно. Пришлось немножечко потупить. Но в результате до меня дошло. Вот так лучше. Питание должно возобновиться. Вернуться на базу. Шейн, у меня для тебя две новости. Плохая и хорошая. Хорошая мы только что обнаружили на Марсе воду. Плохая, она заливает нам теплицу. Когда питание восстановилось, заработали насосы, я тут вижу гидравлические потери. А нельзя перекрыть воду удаленно. Прости-ка, бой, тут придется поработать руками. Ладно, возвращаюсь. А я могу здесь спрыгнуть, или он сдохнет? Эй, что вы там натворили? У меня вода разбрызгивается по всей теплице. От сыны синтати я такого не ожидала. У меня нет времени, кому я сказала, чини. Господи, кто ей кашу насрал? Заходим. Тут нет компании какого? Гоним обратно. Запускаем двигатель. Когда меня уже начнут пугать? Это же вроде как хоррор, нет? Голова все еще болит? Точно. Все, не могу забыть сегодняшний сон. Приснилась сцена из детства. Звучит загадочно. Последний мой день рождения, который устраивала мама. Она исчезла почти сразу после него. Ты знаешь, что с ней случилось? Увы. Когда она пропала, поднялся большой шум. Она была гением фундаментальной математики. Да знаю я. Кто же не знает доктора Ньюхард? Нас всю аспирантуру мучили ее многомерным конструированием. Я знаю только, что когда на следующий день после моего дня рождения спустился в Ньюис на завтрак, я не смог ее найти. Дверь подвала была открыта настишь, я подумал, что она наверняка там, больше же негде, ну и пошел туда. А там? Ну там ее не было, и вообще нигде не было, мы искали ее много лет. Здесь что? Ладно, идем. Мы и так дойдем без кислорода. Закрывай. Ого, такое чувство, что я снова на сеансе у психотерапевта. Легко взглянуть на проблему со стороны, когда до нее 130 миллионов миль, правда? Возможно. Эта дверь открыта? Все, можешь снимать свой костюмчик. Блин, быстрее, я забыл на кнопку нажать. Извини. Атмосфера внутри. Чуть было не сдох, из-за того, что просто забыл. Внимание, зафиксированная протечка в секторе теплиц. Нету, да. Я так и думал. Идем. Теплица. Деклов, теплица полный разгром. Где Волкова? Нужно все срочно починить, пока Сирена не прибыли. И основная проблема это водоочистители. У меня показано, что он выключен, так что давай, колдой. Добраться до водоочистителя. Как мы до него доберемся? Что это вообще? Сканировать пропуск. Как раз первоуровня у меня. А здесь что? Ладно, нет смысла, наверное, бегать. Да? Но я все же поперся наверх. Хотя это не обязательно. А вдруг мне потом скажут, иди туда. Ну ладно. Да, видимо, мне сюда и придется. Стоп. То есть, можно было вот так пройти, а можно было с помощью пропуска или что? А, или тот пропуск вел в другое место. Может, какой-нибудь записки? Хотя нет, я не смогу пройти. Да. Я могу отсюда уйти? Взять. Пригодится. Как это все можно перекрыть? Стоп, может, вы сюда зайти? Ага. Ладно, теперь я пролезу. И забрал. Могу оставить. Опять вниз. Здесь ничего нет. А у меня не подходит пропуск. Эй, Эйна, что такое? Дверь подземного входа заперта. Я поручил доктору Ван Барону забереть все двери в помещениях, где проводится важная работа. От нее зависит дело всей моей жизни. Лишнее загрязнение, последнее, что нам нужно. Я не смогу ничего починить, если не доберусь до насосов. Это не мешает. А вот ты мешаешь. Твоя работа, ты разбирайся. Надо было посмотреть, куда та дверь вела. Потому что мы премся обходными путями. Начальство лучше бы... Что-то сделать. Вот дерьмо, нужно держаться подальше от пара, если не хочу свариться. Ходим, все, выключаем. Перекрываем. Черт! Доктор Волкова, что это было? Ничего интересненького. А здесь у нас что? Тут нам пока не пройти. Видимо, надо бежать сюда. Чтобы все это перекрыть или что? Или просто сюда бежать? Так, здесь ничего нет. Живем, пока живем. Все супер. Что это? Действительно. Что это за ерунда? Ага, вот мы уже здесь. Ладно. Что у нас здесь? Нас не убьет? Как-то тут опасно. Сейчас у них будет минус техник. Потому что они решили меня не пропускать. Нормально, по-человечески. С помощью дверей. Какую мне сторону-то? Вот это что такое? Инна, у нас тут загрязнение на всей корневой системе. Это вязкое черное вещество, похожее на нефть. Кажется, оно расползается. Она не загрязнена. Она меняется, эволюционирует. Это прекрасно. Она возрождается. Что-то тут не так. Так, да что же вы мне дергаете все время, не до себя. Можно было и в другую сторону сходить. Наконец-то, водоочиститель. Добрались. Господи, что опять Лукас постарался? Кому в голову пришло разбирать эту штуку? Теперь придется искать, куда он засунул три запчасти от водоочистителя. Ладно, я вообще думаю, что на этом можно закончить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok